добрый день мои дорогие зрители с вами Неля Мурашкина но в кадре у нас опять Евгения и сегодня она нам расскажет успешные секретики по выращиванию колонхое колонхое у нее уже не первый год и раз от раза цветет причем вы можете видеть что каждый стебелечек обладает уже бутончиками мы просто рано еще пришли они не раскрылись но это можете видеть уже будет чудесным зрелищем очень эффектным и Женечка нам сейчас расскажет как она добивается этого потому что многие жалуются что колонхое покупает первый год процвело потом вытянулась и вот такими побегами жиденькими только и красуется и это все что люди видят но мы сейчас узнаем как ухаживает за этим растением Женечка добрый день эти колонхое нам всем дарят каждый раз в нашей работе на дни рождения и поэтому мне хочется коллекция каждый год новая колонхое у нас такая как бы вот уже огромная-огромная их количество они у нас тоже очень долгое время первый год когда их дарят они цветущие красивые с огромным таким листом массивным с большим количеством зелени с буйным цветением проходит год второй и как вот ты говоришь наличка они вырастут длинные длинные потом есть цветение но как правило лифт практически нет и кое-где вот на кончиках вот такие вот кисточки да очень очень маленькое цветение и в принципе мы их практически всегда они у нас то подсыхают и мы их как-то так избавляемся совсем недавно мы обнаружили такой момент вот когда они уже вы выгнали длинные вот эти длинную эту лозу на них только на кончиках вот такая небольшая шапочка из листьев вот первое желание просто его уже ну как-то отправить на пенсию куда-нибудь в то место где его никто не видит срезаем полностью вот эту вот самую верхушечку смотрите вот у нее буквально вот ее высота то есть сантиметров 5-6 максимум 7 такие череночки земля свежая самая простая земля которая только может быть для них подходящая хорошо ее намочить увлажнить пропитать прям водой и вот эти череночки все просто вот так вот воткнули все через буквально две недели они спокойно принимаются вот это было пересажено где-то в сентябре то есть это вот был тот вариант ты говоришь вот эти вот длинные вот такой где-то наверное вот эту часть куста мы убрали выбросили вместе с корнями и вот они верхушечки с этого куста были посажены то есть вы густенько-густенько череночки эти верхушечные посадили и мы все что было на кусте живого вот эти вот верхушки верхние мы срезали в землю просто воткнули и поливаем все и вот он через у нас буквально сейчас декабрь на дворе до октябрь-ноябрь за два месяца он превратился опять в такой вот из и и листья нагнал новые видите зелененькие такие хорошие жирненькие потому что был такой никакой и вы таким образом омолодили все горшочки я смотрю что на подоконнике еще несколько да и ты знаешь вы очень вовремя это все сделали потому что на самом деле цветение стимулируется коротким световым днем то есть вы в сентябре это все сделали световые дни уменьшились и вот вы дождались цветения причем такого пышного а это первый раз вы такое сделали или нет вы так регулярно делали делаем вот сейчас пройдет наверное опять они вытянутся вот сейчас он перецветет я так понимаю потом опять наверное к весне уже к лету он опять пойдет в буйный рост длинными этими стеблями и мы опять это срежем и опять посадим только верхушки то есть такое омоложение раз вот вот осенью мы делаем молодцы а расскажи как вы его поливаете удобряете высыхания не удобряем к сожалению ну вы его получается раз в год пересаживаете в хороший грунт как бы да вот хороший грунт немножечко песочка совсем чуть-чуть садовая земля но где-то может быть одна четвертая песка может даже меньше добавляем ну и он стоит на подоконнике подоконник очень-очень солнечный до солнечный вечером очень много солнца где-то после четырех пяти все залито здесь солнцем где-то часов до восьми вечера он и муж он жарится буквально жарко а вообще очень ярко здесь окно у нас окно буквально чуть ли не до самого пола и в потолок поэтому света очень много он получает как раз все то что любит колонхоя и вот таким образом действительно удалось хотя бы повторной второй третий четвертый раз увидеть его цветение в другом случае не получается да 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 это точно в основном все выбрасывают как одноразовый букет отцвело и выбросили потому что вида никакого совершенно не замечательный выход нашли и это уже ты говорила третий год да вот такое вот да у них некоторые пятый год уже есть это нас как бы давно такая традиция пошла они самые недорогие из цветущих букетов в это время поэтому все на зимние именинники получают как правило такой цветущий подарок таким да они чтобы раньше там по 20 по 30 гривен да это было не обременительно для шикарно я думаю что вот такой вот замечательный выход которым ты поделилась в общем всех заинтересует спасибо тебе женичка